привет с вами станислав валентинович и в этом видео мы разберем с вами очень простенькую тему но тем не менее очень важно да для тех кто уже прошел и прозанимался со мной целый месяц это уже очень простенько они скорее всего не станут смотреть это видео те кто только-только начинают заниматься только-только вот так у колесе понимаешь что нужно заниматься историей подготовиться к егэ на хорошие баллы они обязательно столкнуться вот с этой темкой вам необходимо выучить местоположение на карте союза восточнославянских племен их много когда вы смотрите на карту вы думаете боже мой мне вот это все нужно запомнить вот это племя об обе чьи племя и шмятичей вятичей буратиночей и так далее неужели вот это все мне действительно нужно запомнить и неужели меня вплоть там прям до координат до меридиана и всего остального могут спросить на самом деле ребят давайте подойдем к этой теме вот следующим образом так будет гораздо проще и именно это мне подсказывает опыт многолетней подготовки к егэ по истории учеников да и собственный опыт когда я хожу на егэ сдаю историю это и тест артасова открытый банк заданий фипи и так далее и так далее и так далее что из этого всего многообразия племен конечно хорошо если вы это запомните это очень очень вам поможет на экзамене но для начала ведь нужно порционной информацию закладывать все в голову и прежде всего из этого всего многообразия я вам рекомендую выучить прежде всего вот эти пять племен начнем с самого первого с которым вы будете сталкиваться потому что именно с этим племенем будет сталкиваться рюрик которого призовут на княжение 862 году эта вся история это или минские словени которые жили по озеру ильмень около реки волхов в районе старой ладоги а дальше в районе новгорода и здесь вечный спор что было раньше там рюрик или новгород новгород или юрик и так далее но мы сейчас выйти в деталь уже вдаваться с вами подробности не будем дальше второе племя с которым будет сталкиваться тот человек который изучает историю древней руси это будет да это будет племя полян которые жили в районе киева то есть вот у нас с вами течение реки днепр и в среднем течение реки днепр у нас с вами проживало племя полян и они будут основополагающими так сказать государство образующие единицы этнической потому что киев станет центром государственности именно с их точки зрения будет потом рассуждать поместье временных лет нестры летописец как считается это уже у нас с вами конец одиннадцатого начала двенадцатого века к ним добавляется два еще очень важных племени очень легко запомнить племя северян потому что они в районе чернигово жили то есть севернее киева северские земли которые потом еще войдут в начале самом начале шестнадцатого века в состав московского государства при его не третьем и тут же будет еще новгород-северский князь игорь новгород-северский который совершит знаменитый поход на половцев то есть это князь игорь не тот игре который 10 века и а это князь игорь новгород-северский вот здесь вот как раз новгород-северский находился еще севернее чернигова еще очень важное племя это древляне мы их тоже запоминаем чем близко жили киеву получается нас чуть северо-западнее чем киев с древлянами будет сталкиваться игорь его значит на березках разорвут на две части за то что он второй раз пришел брать дань этот сюжет очень известный поэтому регулярно спрашивают вас ильминских словень тонну начнут пригласили люди к поляне это вот среднее течение днепра тут киев поэтому естественно что не могут не спросить какое племя там проживала северян спрашивают до комплекта потому что проще ученику на самом деле запомнить северян они скажем каких-нибудь там дулебов хорватов еще кого-нибудь проще запомнить конечно северян и проще спросить соответственно северян древляне мы с вами рассказали про сюжет связанный с князем игорем и потом месте княгини ольги за гибель игоря ну и последнее племя который тоже регулярно попадает в тесты в задании вегешные почему потому что это племя как с которым регулярно были проблемы потому что их каждый князь практически на протяжении для вне русской истории присоединял потом они отваливались потом их опять присоединяли и вот такая вот была постоянно канитель такая чехарда с племенем вятичей вятич обратить внимание жили не на вятке на севере а вятич и жили вот здесь вот в районе ну современные условно говоря там москвы да вот это вот такой вот глинистый песочный район центральных районов россии вот здесь у нас с вами ака и дон вот между речи этих двух лег как раз проживают вятич и почему их спрашивать что они как бы на отшибе находятся опять же очень удобно их спросить и опять же с ним было очень много политических проблем надеюсь после этого видео вам станет попроще учить славянские племена и вы увидите когда будете решать тесты по картам по древности самой-самой вы видите что на самом деле вряд ли вас будут спрашивать с доскональностью про кривичей ради мечей дригович и и так далее про уличи или тиверцев да они могут попадаться в каких-нибудь сложных заданиях которые вам специально делают не то что это не грешный формат а в рамках и грешного формата вот пожалуйста потренируйтесь но на самом деле если вы решаете тесты даже какие-нибудь там позина например есть там попадаются такие вопросы но это к егэ имеет такое весьма условное отношение решайте прежде всего карта из открытого банка заданий фипи и тогда вы увидите что прежде всего вас спрашивают про эти пять племенных союзов да конечно может попасться скажем вопрос про кривичей ради мечей но он скорее на эти как в истории в кега когда готовитесь нужно запомнить 90 процентов информации остальные 10 процентов информации они к вам придут методом исключения то есть вы понимаете если вас спрашивают а кто находился здесь и предлагают вариант ответа или минские словения да ясно дело что и минские словения жили в районе или меня в районе новгорода явно что не вот здесь вот они проживали на этом все спасибо за внимание до новых встреч не забудьте пожалуйста поставить лайк если видео вам понравилось оставить комментарии с пожеланиями о новых роликах и до новых встреч пока